Стивен Вильям Хокинг. Очень популярный человек, почитается как великий Каас Мулок. Родился в 1942 году в Оксфорде. Авторитет Стивена Хокинга держится на мнении многих людей. Ряд мирян считает, что творчество Стивена Хокинга является передним краем науки. Это одна точка зрения. Но есть и другая точка зрения на деятельность Стивена Хокинга. Примерно такая. С древнейших времен дуры пытаются захватить нашу планету. И им уже удалось захватить Оксфорд. И сейчас предводителем дур на белом свете является Стивен Хокинг. На что опираются эти крайне противоположные точки зрения. Сторонники Стивена Хокинга считают его умным, потому что его осенял сам Папа Римский. И пытался задушить Обама. Извиняюсь. Обама таким образом вручал Хокингу медаль. Противники Стивена Хокинга считают, что Стивен родился в год страшного неурожая. И вообще не является ученым, потому что современная космология построена с грубейшими нарушениями логики. И даже близко не является наукой. Почему такие разногласия в оценках? Потому что ученые и дуры совершенно по-разному считают картошку. Давайте разбираться предметно. Как правильно считать картошку? Прежде всего нужно оценить свои силы. В состоянии ли вы сосредоточиться настолько, чтобы отличать картошку от других предметов? И в состоянии ли вы запомнить то, что вы считаете именно картошку? Ученые считают картошку обычным способом. Раз картошка. Два картошка. Три картошка. Если картошка закончилась, ученые просто перестают ее считать. И такая логика действует применительно ко всему. И при подсчете картошки, и при подсчете капусты, и даже при подсчете белых медведей в Арктике, ученые считают только медведей. И не добавляют к ним ни полярников, ни время, которое полярники провели в Арктике, просчитывая медведя. И не добавляют к медведям температуру тела жен полярников, которые не поехали в Арктику. То есть ученые считают только медведей в чистом виде. Перепутывать у ученых не принято. И если при подсчете у ученого заканчивается картошка, ученые просто прекращают ее считать. И в этом, зараза, есть смысл. Дуры остановиться не могут и продолжают считать дальше. И принцип подсчета у них иной. Раз картошка, два картошка, три картошка, четыре будильник, пять кукуруза, шесть штангенциркуль. И так они могут считать долго, пока у них не закончатся пассатижи. Почему они вместо картошки начинают считать кукурузы или будильники, дуры честно не понимают. У дур просто такая традиция. Им завещали так считать дуры предшественники. Ну, типа в природе все взаимосвязано. Самое забавное, что они никак не могут досчитать до конца. Вот уже сто лет, как дуры принялись считать через будильник, так до сих пор и не могут сообщить окончательный результат, что у них собственно получается. И Стивен Хокинг считает картошку, как самая породистая дура. Все научные труды Стивена Хокинга опираются именно на такой способ подсчета. Они так и начинаются. Возьмем формулы, которые получатся, если неправильно считать картошку. Именно этим забавным способом Стивен Хокинг и его соратники считают мерности пространства. Целое столетие считают и до сих пор не уверены, сколько там у пространства мерности. Хотя ученые уже все у нас тысячу раз посчитали, перепроверили и бронебойно получилось три. Кстати, было не трудно. Удостовериться может каждый. Считается через прямой угол. И если вас не пугает прямой угол, то вы легко можете сосчитать сами, сколько через прямой угол можно задать линий на плоскости, а сколько в пространстве. Это и есть мерности. Раз мерность, два мерность, три мерность. Каждый раз через прямой угол. У пространства ровно три мерности. Проверим. Раз. Два. Три. Ровно три. И есть хороший повод остановиться с подсчетом, поскольку мерности кончились, а кукурузы мерностями не являются. И разумеется, перед подсчетом каждый ученый мог сосредоточиться и понять, в состоянии ли он отличить прямой угол от показаний будильника. Это действительно важно. Не успел вовремя сгруппироваться, бац, и попал к дурам. А потом засовываешь полжизни между прямых углов показания будильника. И в этом смысле, быть или не быть дурой, дело добровольное. И каждый волен делать свой выбор. Но вот выдавать дурость за науку, это уже нехорошо. Это обман. Это жульничество. И не гоже, когда хилая разумом людина морочит голову половине человечества. А посему придется в отношении Стивена Хокинга вынести приговор научного трибунала. Правым данным мне разумом дисквалифицирую халдея английского Стивена Хокинга и предаю его научной анафеме, ибо грешен он перед законами логики и научным методом. И отныне Стивен Хокин, урожденец Оскфорский, от науки отлучается и признается фриком безграмотным, затупком и испражняется из физики на веки вечные. Ибо взялся он за науку с немытыми мозгами и проповедует искривленную мозга глупию. Распустил корни скудаумия на половину глобуса. Уже бараны в ворота не попадают. Так пространство искривилось. Быть Стивену Хокингу отныне сайенсфриком по-азурным. Стивен Хокинг – сайенсфрик. Сайенсфрик! 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 Стивен Хокинг – сайенсфрик. И топилича чучела Хокинга дозволено сжигать прилюдно на площадях и вокзалах. Отныне Стивен Хокинг низложен, низвергнут от всякой научной принадлежности. Ибо чудо он безграмотное. Низвергаю Стивена Хокинга. Низвергаю. Низвергаю. Дата низвержения 22 июня 2013 по Петровской смене исчисления. Оно же – лето 7521 от сотворения мира. Имя Стивена Хокинга сегодняшней датой вносится в реестр научных фриков. А невежество и безграмотность отныне будет мериться в Хокингах ангельских по десятибальной шкале. Полухокинг – частичный Хокинг головного мозга, полный невменяемый Хокинг и множественный Хокинг головного мозга в неизлечимой десятибальной стадии. А у кого здоровье сохранено, то смердячие теории всяких Хокингов постыдных пользовать отныне не потребно даже в местах отхожих, чтобы исключить заражение снизу. Для тех, кто еще не понял, повторяю вчетвером. Стивен Хокинг – сайенс-фрик. Стивен Хокинг – сайенс-фрик. Поглядите внимательно на эту заморскую Хокингу и запомните, именно так выглядит исчадие лженауки. А если вдруг какая Хокинга прокрадется в университеты славянские, или лизоблюды умысят мулиться на Хокингов укуянных, поливайте их помоями нещадно, дабы отповадить эту нечисть от всех храмов науки. Аминь. Аллилуйя всем остальным. Возрадуйтесь, братья и сестры, и не раболепствуйте больше перед шарлатанами. Топереча можно, пусть громотеи ведают и дают отпор сорнякам. Ну а если вы эту Хокингу где живьем поймаете, то не судите строго, отпустите с миром, ибо убогая она, а в остальном беззлобная. Собственно все, с вами был Виктор Катюшек, подписывайтесь на наш видеоканал, следите за нашими публикациями. Ну а ты, мирянин. Ура! Разумел ли, в чем повинен Стивен Хокинг, повинен ли пекарь в том, что он сустряпал пирожки из дерьма? Пусть дерьмо произвели очень красивые задницы и привезли на красивых телегах. Пусть пироги получились очень красивые и раскупали их не первую партию, жрала вся деревня и сами жрали и гостей угощали. И многие уже не помнят, какие на вкус пироги не из дерьма. Но жрать пироги из дерьма неправильно. И если для пекаря все равно мука это или дерьмо, то это хреновый пекарь. Выплевывай и не жри больше, ибо неестественно жрать дерьмо. Не за сим вас материару жали. Пфу, пфу, плюнь как постыдно. Ты можешь не жрать дерьмо. Пфу. 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 Пфу.